Могу ли я претендовать на исцеление, если я прежде не был послушен Слову Божьему? И что мне делать в тех случаях, когда то, что я читаю о себе в Библии, расходится с тем, что у меня есть по факту? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня, размышляя над обетованиями исцеления, мы обратимся к книге исхода, 23 главе, с 25 по 26 стихи. Добро пожаловать всем желающим размышлять над Словом Божьим вместе с нами. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это время. Мы благословляем Твое Слово, и мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем, поэтому мы знаем, что Ты послал в нашу жизнь Твоего Святого Духа как Учителя и Наставника. Поэтому мы открываем себя для принятия Твоего служения. И просим Тебя, Святой Дух, наставь нас на всякую истину, открой наше сердце, наш разум к уразумению Твоего Слова. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, давайте прочитаем наши стихи. Это обращение Бога к своему народу. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб Твой и воду Твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле Твоей. Число дней Твоих сделаю полным». Итак, прежде чем мы отправимся с вами в размышления над этими стихами, давайте напомним сами себе, что нашей целью является прежде всего увидеть в тех или иных стихах волю Бога в отношении именно этой темы, темы исцеления. Хочет ли Бог сегодня исцелять человека? Второй нашей целью является увидеть личную сопричастность к тому, о чем мы прочли. То есть то, что Бог делал тогда для этих людей. Могу ли я отнести это к себе лично? И в результате что у нас должно получиться? Это должно помочь нашей вере в том, чтобы принимать от Бога обещанное. Принимать от Бога проявление Его служения врача и целителя. Поэтому, возвращаясь к этим двум стихам, давайте прежде всего выделим, что в этих двух стихах может нам указывать на волю Бога в отношении исцеления от болезни и немощи. А в этих двух стихах мы можем увидеть целых три фразы, указывающие на Бога как желающего исцелять. Первая фраза, он говорит «Я отвращу от вас болезни». Вторая фраза, он указывает «Не будет среди вас преждевременно рождающих и бесплодных». И третья фраза «Число дней твоих сделаю полным». Итак, все эти три фразы мы с вами можем отнести к обещанию Бога в вопросе исцеления людей, с которыми он будет в завете. И если у вас есть электронная Библия, и вы можете открывать переводы библейских слов, то посмотрите на значение слова «Отвращу от вас болезни». Еврейский перевод этого слова означает «Сворачивать», «Отклоняться», «Удаляться», «Уклоняться», «Изгибать», «Извращать», «Поворачивать», «Убирать», «Отклонять», «Отставлять». То есть, когда Бог говорит вот эту фразу «Я отвращу от вас болезни», то больше это представляет из себя Бога, как будто уводящего человека мимо болезни, в которую он может направиться. «Я сверну твой путь», «Я поверну тебя», «Я помогу тебе пройти мимо», «Уклониться от этого». «Я помогу тебе не попасть в рабство болезни», «Я проведу тебя мимо нее». В прошлом выпуске мы говорили о том, что в Боге нет совмещения авторства болезни и уводящего от болезни. Бог не автор болезни. Он не одновременно и даятель болезни, и целитель. Нет, он спасающий, избавляющий, отводящий от болезни. Вот о чем он говорит здесь, в этой фразе «Я отвращу от вас болезни». А еще смотри, это можно увидеть с той стороны, что когда мы находимся на территории, определенно для нас Богом, то мы находимся настолько в безопасном и защищенном месте, что никакая болезнь вообще не имеет к нам доступа. Что-то подобное Бог повторит затем в книге «Второзаконие» в 7 главе 14 и 15 стихах, когда будет говорить «Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодного, ни у тебя, ни в скоте твоем. Отдалит от тебя Господь всякую немощь и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, он не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». Итак, Бог неоднократно повторяет своему народу, что «Я желаю проводить тебя мимо всякой немощи и болезни». Особенность людей Завета именно в том, что Бог обещает «Я проведу вас». Вы пройдете мимо, вы обойдете это, вы не будете этим уловлены. Другие языческие народы, те, у кого нет со мной Завета, те, которые закрыты, находятся во вражде со мной, да, они будут впадать в это, да, они будут оказываться в этих местах, потому что они отказываются слушать меня, они отказываются от моего руководства. Поэтому в результате это будет приходить в их жизнь. Но обращаясь к своему народу, Бог говорит «Слушайтесь меня, следуйте моим словам, следуйте за мной, я проведу вас мимо этого». И, кстати, это будет касаться не только вас, не только вашего тела. Посмотрите в этот стих, он также говорит «Не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем». То есть, если ты будешь идти за мною, я проведу тебя, а вместе с тобой и скотина твоя будет обходить все эти немощи и болезни. Итак, возвращаясь к 26 стиху, когда Бог говорит «Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей». Перед нами указание на то, что Бог, как врач и целитель, как гинеколог, как акушер, как самый лучший терапевт, обещает «Никакие болезни и немощи, которые бы в результате порождали преждевременные роды или бесплодие в твоем теле, я избавлю тебя от всего этого. Ты будешь плодоносным, и твоя плодоносность будет своевременной». Является ли это обетованием Божьего служения, как нашего врача и целителя? Ответ «Да и аминь». И вот тут у меня возник вопрос. А что же мне делать, когда то, что я читаю о себе в Библии, скажем так, расходится с тем, что есть у меня по факту? То есть, например, Бог говорит о том, что «Никакая болезнь не коснется твоего тела, а я столько раз сталкивалась с различными симптомами в своем теле. Как же мне быть? Что мне делать с этим?» Потому что Бог говорит «Да, болезнь не коснется». Ну а вот болит же, или вот поставлен диагноз, или вот анализы пришли. «Ну да, я понимаю, что в Библии написано это». И Бог говорит «Продолжай читать то, что Библия говорит о тебе, о твоем доме, о твоей семье. Продолжай размышлять об этом, говорить это, созерцать до тех пор, пока внутри тебя это не станет единственно возможным вариантом в жизни». То есть тебе важно погрузиться в эту истину настолько, чтобы по-другому даже и не мыслить. То есть по-другому я и не буду говорить об этом, по-другому я не буду думать об этом. И таким образом, идя вот этим путем, проходя этот процесс, я открываю свою жизнь для принятия этой истины на уровне уже проявления. И я понимаю, что Библия наполнена подобными обетованиями о нас с вами. И это не для того, чтобы, знаете, вот, скажем так, тыкать пальцем в эти обетования, говорит, что вот у меня не так, значит, у меня по-другому. Что приводит в итоге к упрекам в сторону Бога, или даже обвиняя Бога, вот, Бог, у тебя написано, что ты отвратишь болезни, а у меня вот в моем теле есть болезнь. И продолжая размышлять в таком ключе, знаете, к чему пораженный лживый дьявол приводит верующих? К тому, что Библия врет. Через подобные вопросы, а правда ли, сказал Бог, ты серьезно думаешь, что это касается именно тебя? Ты правда думаешь, что эта истина, она будет работать в твоей жизни? Ведь именно таким образом лживый и пораженный дьявол вел себя в Едемском саду, когда ему удалось увести фокус от истинности Бога в то, что он врет, и у него есть какие-то нечистые замыслы в отношении вас. Но когда мы с вами читаем эти слова, что Бог отвратит от нас болезни, нам важно позволить этой истине менять факты, никак не наоборот, потому что истина, она имеет в себе эту силу, этот потенциал изменить любые факты. Факты не могут изменить истину, но истина имеет эту способность в отношении фактов. А если вы вдруг и обнаружили себя в болезни, а затем смотрите на это обетование и говорите, ого, Господь не отвратил от меня это. И затем вспоминайте, что идея отвратить, она напрямую связана с тем, насколько вы послушны тому маршруту, которым Господь ведет вас. Он отвращал вас от этой болезни прежде. Он задавал вам маршрут в другую сторону, чтобы вы миновали эту болезнь и немощь, но вы где-то в своем непослушании уклонились от его советов, от его маршрутов и сейчас оказались в той или иной болезни. И что теперь делать? Все в порядке, если вы осознаете то, что где-то вы были непослушны, где-то вы не позволяли Богу задавать направление вашей жизни. Вы не позволили ему отвратить вас от болезни. Но послушайте, благая вещь как раз и заключается в том, что исцеление принадлежит как раз тем, которые уже влезли в болезнь. То есть, когда человек совершенно послушен, он просто ходит в божественной крепости, в божественном здоровье и вообще никакая болезнь и немощь не касается его тела. Но когда Бог говорит, я буду вашим врачом и целителем, да это как раз и должно нам с вами указывать, что его служение врача и целителя предназначено для нас. В том случае, когда мы где-то с вами непослушны, мы уклонились, мы проигнорировали его советы и ему не удалось отвратить нас. Мы оказались в болезни. Но это не значит, что Бог теперь обиделся на нас и говорит, больше ко мне не приходи. Влез в эту болезнь, вот тебе и по делам. Нет, он говорит, я хочу тебя восстановить, я исцелю тебя. Я твой врач и целитель. Поэтому перестаньте мыслить таким образом, что исцеление принадлежит только тем, которые все сделали безупречно. Вот как в прошлом обетовании, где Бог говорил, слушайся гласа моего, тщательно исполняй все слова мои. Здесь вот он тоже говорит, служи мне. То есть есть вот такие условия, чтобы мне все делать правильно перед Богом. И ваша логика может привести вас к следующему заключению. Бог исцеляет только тех, которые все сделали правильно. Но, повторюсь, как раз исцеление нужно для тех, кто что-то сделал неправильно. Те, кто все делают правильно, там и не оказываются. Вы скажете, ну хорошо, да, я осознаю, где-то я что-то сделал неправильно в отношении моего тела. Да, где-то я уклонился, где-то я не позволил Богу отвести меня от этой болезни. Что же мне теперь делать? А вот здесь как раз нам и важно с вами понимание Евангелия заместительной жертвы. Потому что наша новозаветняя позиция праведности, она напрямую связана с жертвой Иисуса Христа. Все, что вам необходимо для того, чтобы покаяться в вашем грехе, это жертва Иисуса. Потому что Христос взял все ваши грехи на себя, а его праведность, праведность Иисуса дарована вам. Как вы можете принимать праведность самого Христа? Только верой. Кто вам ее даровал? Да сам же Бог вам ее и предоставил. Это Бог принял такое решение. Я буду вменять, я буду засчитывать вам в праведность, когда вы будете одеваться в праведность моего Сына Иисуса Христа. Через заместительную жертву мы с вами можем занимать позицию праведного. Для чего? Да для того, чтобы Богу затем ничего не мешало лечить вас, восстанавливать вас, врачевать вас, наводить порядок в том месте, где вы были поражены. Итак, если вы уклонились и болезнь все-таки поразила ваше тело, если где-то вы были непослушны и Богу не удалось отвести вас от нее, обращайтесь к Голгофе, принимайте прощение от Бога, снимайте с себя ваши грехи и принимайте праведность Христа. А затем что? А затем идите к вашему врачу и целителю и принимайте от него терапию исцеления. Почему? Потому что вы все правильно сделали? Нет. Потому что вы оделись в праведность Христа. А для тех из вас, кому интересно более подробно погрузиться в тематику праведности, добро пожаловать. У нас есть серия выпусков под названием «Праведность, как и зачем?», «Обетование праведника». И также есть бесплатные онлайн-курсы, на которых мы помогаем вам познавать эти истины для того, чтобы ежедневно применять их в своей жизни. И, кстати, благодаря друзьям и партнерам служения все наши материалы служения являются абсолютно бесплатными, поэтому добро пожаловать. Аминь. Рады будем видеть каждого из вас. Итак, давайте вернемся к нашему исходу 23 главе. И смотри, 25 стих начинается с этой фразы «Служите Господу Богу вашему». И затем как бы есть результаты и последствия. И долгое время меня эта фраза, скажем так, немножко смущала. Как бы немножко выглядит, знаете, служите Господу Богу вашему, и вот тогда Он благословит ваш хлеб, и у вас будет исцеление. Такое впечатление, что здесь отношение как бы «ты мне, я тебе». То есть ты мне будешь что-то делать хорошее, да, служить мне. Ну, хорошо, тогда и я буду, знаешь, что-нибудь доброе делать в отношении тебя. И в этот раз, когда я размышляла над этим, Господь повел меня снова-таки к словарю. И мне понравилось одно из значений слова «служите» — это «покоритесь». И вот здесь у меня в этот раз сошлись все пазлы. Кто такой Господь Бог? Понимаете, это не просто, ну, скажем так, название, как мы называем с вами нашего Бога. Господь означает «господин». То есть буквально это начальник, это руководитель, это владыка. То есть это тот, который показывает нам путь. Это Он указывает, что нам делать, когда нам делать, куда идти, куда не идти. И вот как раз, когда мы в послушании делаем то, что Он говорит, вот это и позволяет Его благословению затем, скажем так, автоматически распространяться на весь наш дом, на нашу семью, и, как ты прочитал во Второзаконе, даже на тех животных, которые есть в нашей семье. И причина этого номер один заключается в том, что мы ставим нашего Бога нашим Господом. Не я говорю Богу, что, где, когда, куда и как, а я у Него спрашиваю. Я ищу того, чтобы услышать, Бог, что мне делать с тем симптомом, который пришел в мое тело. Бог, как мне реагировать на те анализы, которые пришли. Если уже по факту пришла болезнь, Бог выведет нас с вами из любой болезни. Потому что совершенный план Божий для каждого из нас с вами, друзья, это совершенное здоровье. Послушайте, хорошо получать исцеление – это величайшая благость и милость – принимать исцеление в свое тело. Но еще лучше быть здоровым и не болеть. Если бы я у вас спросила, что вы выбираете – регулярно получать исцеление от Бога или просто постоянно быть здоровым и никогда не болеть? Я поняла, что я предпочитаю жить в полноценном, постоянном здоровье, быть в силе, в крепости каждый день. И вот для этого как раз-таки мне нужен Бог, который будет руководить мною. Например, практический пример. В свое время, когда я задалась этим вопросом в отношении своего здоровья, Бог показал мне шаг номер один. Он говорит, тебе нужно исключить сахар из твоей жизни, потому что сахар является причиной воспаления номер один в теле. И это был интересный путь, как Бог начал вести меня в этом, исправляя мое мышление. И это уже был дальше мой выбор. Скажем так, проигнорировать это. Мол, я буду благословлять всю пищу и все. И Господь отвратит от меня болезни. Написано же. Да, но вначале написано, чтобы мы покорились Господу Богу. И если Он говорит о том, что тебе нужно начать ложиться раньше спать, или тебе нужно начать пить больше воды, или тебе нужно начать заниматься спортом, значит, что это? Это тот самый путь, который Бог указывает для нас с вами, чтобы быть как раз таки в том месте, где есть совершенное здоровье для нас. В том месте, в котором исцеление проявится в нашем теле. Конечно же, это если мы будем идти за Ним по этому пути. И как мы указывали, последняя фраза у нас является «Число дней твоих сделаю полным». Первый вопрос, который возникает в отношении этой фразы – «А что значит полные дни?» Это сколько? И если вы захотите изучить этот вопрос, то для этого вам стоит обратиться в шестую главу книги «Бытия», когда первая цивилизация настолько развратилась и уклонилась от Бога, что в результате это привело к потопу. И вот в шестой главе Бог говорит «Да будут дни их 120 лет». И после этих слов вы смело можете обозначить вот этот порог, как минимальный порог, 120 лет – это то, что Бог обозначил для жизни тела человека. Поэтому, когда Бог говорит «Я сделаю так, что число дней ваших будут полными», то попробуйте осмелиться в вере, что масштабы полноты дней вращаются вокруг 120 лет. Хочет ли Бог, чтобы вы прожили 120 лет? Ответ – «Да». Может быть, кто-то из вас не хотел бы прожить 120 лет. Но послушайте, в воле Бога эти 120 лет – это не время сражения с болезнями, с немощами, со слепотой, с глухотой, с артритами и тому подобное. Нет. Соединяйте это все воедино. Бог говорит «Я хочу сделать число дней твоей жизни полными. И при этом я буду твоим врачом и целителем, когда нужно будет восстанавливать твои органы, восстанавливать твои части тела, обновлять твое тело, чтобы оно функционировало дальше. Я буду это делать. Это моя воля». А уже будешь ты это делать или нет – это уже твой выбор и решение. Снова и снова, друзья, нам важно учитывать здесь как минимум две стороны. Есть воля Божья для нас, но точно так же есть наша ответная реакция на эту волю Божью. Есть призыв от Бога в жизни каждого из нас. А уже то, как я реагирую именно сегодня в моей жизни, буду ли я это принимать или нет, буду ли я учиться это исполнять или нет – это уже зависит от каждого из нас с вами лично. И в этом вопросе нам нельзя быть беспечными и легкомысленными. Почему? Послушайте внимательно. Потому что сейчас, несмотря на то, что у нас есть завет с Богом, тем не менее, мы живем посреди враждебно настроенного в отношении вас мира. Еще раз повторю. Этот мир, который вас окружает, он настроен в отношении вас враждебно. Он расставляет в отношении вас ловушки в виде болезней, немощи и разного рода поражений. И почему этот мир настроен против вас враждебно? Да потому, что хозяин этого мира настроен против вас враждебно. Иисус Иоанна 10.10 сказал, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». И этот мир представляет из себя союз падшего человека и падшего ангела, которые в своем сотрудничестве как раз производят планы разрушения. Дьявол всегда ищет того, чтобы украсть, убить и погубить. Он неизменный. В этой своей сущности он неизменный. Поэтому, повторюсь, вы находитесь в мире, который настроен в отношении вас враждебно. И единственный, кто может проводить вас по жизни, минуя всякие замыслы врага, всякие ловушки врага, единственный, кто может вот таким образом вас совершенно провести, неуязвимыми – это Господь. Вот почему он и говорит «Будьте послушны мне, следуйте за мной, принимайте мое слово, внимайте моим словам, двигайтесь в совершенном согласии, как я веду вас». И повторюсь, а если вдруг вы и уклонитесь, и вам будет нанесено поражение, я для этого даю вам Евангелие, заместительной жертвы Иисуса Христа. Возвращайтесь, облегайтесь в его праведность, и я восстановлю, исцелю вас, и мы снова будем двигаться с вами вместе. Аминь. Итак, что нам нужно было вынести из этих двух стихов? Напомню, нам нужно было увидеть истины в отношении воли Бога и исцелять нас. Смогли ли мы увидеть здесь обетование исцеления? Ответ – да. Следующий вопрос. Можете ли вы теперь взять эти обетования и спроецировать их на себя, или же увидеть свою сопричастность к этим обетованиям? Можете ли вы сказать, что эти обетования относятся так же и к вам, что Бог пообещал сделать это в отношении вас лично? Можете ли вы осмелиться претендовать на эти обещания? Кто-то скажет, ну я не знаю, может быть это не ко мне, может быть это для тех, для тех людей и тогда. Да, послушайте, берите это обетование, потому что оно относится к людям, вступившим в завет с Богом. Эти обетования Бог обещает своему народу, с которым он вступил в завет. И это был ветхий завет. Мы же с вами, люди нового завета, и как говорит апостол Павел, новый завет славнее и превосходнее прежнего завета. Почему? Потому что он утвержден не на крови жертвенных животных, но на крови Иисуса Христа. Кто вы? Вы человек, с которым Бог вступил в завет. Вы человек завета. А если вы человек завета, значит вы смело можете претендовать на то, чтобы эти обетования имели место своего проявления в вашей жизни. Аминь. Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание, когда мы читали эти стихи. А что вы в них увидели для себя? Пишите в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграме. Где каждую субботу, также в 14.00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн эфиры в аудио формате. И мы с вами будем продолжать размышлять над этими обетованиями, общаясь вокруг Слова Божьего. Добро пожаловать всем желающим. И в завершении давайте построим нашу молитву благодарения на основании этих же двух стихов из книги Исхода. Как вы можете это сделать? Это может звучать следующим образом. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты мой врач и целитель, и я принимаю решение служить Тебе, следовать за Тобой, внимать Твоему слову, искать Твоего водительства. И я верю, что Ты благословляешь мой хлеб и воду, и Ты отвращаешь от меня болезни. И я утверждаю, не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле моей, в семье моей, в жизни моих родных и близких. И я благодарю Тебя за то, что число дней моих Ты делаешь полными. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. А на этом нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин